В Санкт-Петербурге проходит форум «Россия-Африка», на котором в частности обсуждаются вопросы экспорта зерна. Африканские страны просят участников бывшей зерновой сделки облегчить доставку как российского, так и украинского зерна на континент. Об этом заявил председатель Африканского союза президент Коморских островов Азалиа Сумани. По его словам, решение этого вопроса позволит спасти большое количество людей, которое зависит от поставок продовольствия. В то же время российский диктатор Владимир Путин отметил, что Россия больше не присоединится к зерновому соглашению. Вместо этого он решил подкупить африканские страны бесплатным зерном. По словам Путина, в ближайшие месяцы Россия безвозмездно предоставит таким странам, как Буркино-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканская республика и Эритрея по 25-50 тысяч тонн зерна. Также он пообещал бесплатную доставку этой продукции. Кроме того, Путин вновь обвинил Украину и Запад в создании препятствий для поставок зерна. По его словам, якобы в рамках зернового соглашения большинство зерна ушло в страны с высоким доходом. Примечательно, что на форуме Россия-Африка присутствует и главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. В сети появился его снимок вместе с послом Центральноафриканской республики в России. После попытки вооруженного переворота Пригожин спокойно передвигается страной и не боится находиться на мероприятиях с участием Путина, что еще раз подчеркивает отсутствие наказания за мятеж.